А кроме того, вам его никто не выпишет долго. Он сейчас на специальном бланке. У меня просто он остался. Мне выписывали его на 10 дней. Вы понимаете, нам это не надо. Почему? Потому что фенозепам это не показатель. Фенозепам дайте мне, дайте моей супруге, дайте вам, дайте вашему мужу, дайте вашей маме. И всем вам будет хорошо. И мне будет, и моей супруге, и вам, и вашей маме будет хорошо. От фенозепама. Понимаете? То есть это универсальный препарат, который действует симптоматически, а который не влияет на болезнь. Ты его отменишь и все, и все, значит, вернется. А брентеликс – это антидепрессант, мощный антидепрессант, который используется при депрессии вашего типа. Вот если и он не поможет, а он должен помочь, тогда мы через 5 недель встречаемся с вами. Вот. И я вам назначаю уже лечение совершенно другое. То есть если и брентеликс не поможет, значит, это подчеркнет правильность моего диагноза. Я на сегодняшний момент, я на 95% уверен в верности диагноза, что вы страдаете биполярным расстройством. В данный момент вы находитесь в биполярной депрессии. Но поскольку вы применяли все-таки такие не очень сильные антидепрессанты, там, паксил, паксил, правда, сильный, вот, флоксетин он вам не дал, так, вальдоксан это, конечно, слабенький, но тоже ничего, мертозапин, значит, я хочу попробовать тот антидепрессант, который, по идее, при вашем типе депрессии должен помочь. Если он не поможет, а наоборот, вы скажете, ну его к чертовой матери, мне от него хуже. Значит, тогда диагноз бар будет, я вот эти 5%, которые я пока не могу, значит, я их добавлю и 100% я буду уверен, что вы страдаете бар. И тогда будет совершенно другое лечение, понимаете? Доктор, а вот как объяснить то, что, например, мне назначают антидепрессанты, я терплю побочку, терплю, 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 а потом месяц проходит, и у меня начинается, ну, когда накопление препарата в организме увеличивается, первое, что меня, как бы, что меня отталкивает от принятия вора, это вот я перестаю как будто бы соображать. Ну, подождите, значит, они не помогают, и наоборот, отравление, все. Ну, значит, тут давайте так, давайте тут, и уже и не будем 5, давайте так, неделя, 2, нет, 5, неделя, 2, 2, за 5 недель, если появится, вы немедленно опять, вот это то же самое начнет, вы не прекратите соображать, значит, он не помогает вам. Немедленно мне позвоните, напишите сюда, и мы с вами договоримся, и мы встретимся, и мы обсудим, и я уже назначу вам новую терапию. И, может быть, вы еще что-то вспомните, мы что-то еще добавите, и все. Понимаете, я хочу действовать наверняка. Я хочу, чтобы моя душа была спокойна, что я действительно, значит, уверен на 100% еще вы страдаете бар. Мне не хватает еще результатов лечения мощным, более мощным антидепрессантом. Вот если и он не сработает, если и он вызовет вот все те же реакции, которые были раньше с вами, значит, все. Значит, мой диагноз бар совершенно правомочный. И тогда мы вам, я вам назначу это вот новое лечение, понимаете? Поверьте мне, вот я вам честно говорю, потому что, вы понимаете, бар – это очень тяжелое заболевание, очень тяжелое, вы это сами уже понимаете. Во-первых, оно терапия резистентная, оно не подается лечению, оно мучительное. Чего стоит это пять часов проснуться и тоска, когда жить не хочется? А чем можно снять вот это состояние? Потому что хоть в окно прыгай. Чем можно снять вот это? Правильно, вот хорошо слышно. Чем это мы будем снимать? Значит, мы попытаемся брентеликсом снять. Но если брентеликс не снимет, тогда мы будем лечить как биполярную депрессию, мы будем лечить антипсихотиком и будем лечить этим норматемиком, ламатриджином, ну, а там лечит либо квитиопином, либо, скажем так, колонзопином, либо лоразидоном, либо, если будут деньги, значит, карипразином. Вот так вот. Но это оставим на вторую беседу. Ну, вот, а вот в ближайшее время, чтобы вот хотя бы облегчить свои мучения ежедневные, что можно вот... Мне сейчас Иглонил выписывает. Нет, 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 нет. Иглонил, ну, вы же поймите, он повысит... Вот у вас там вообще... Понимаете, у вас там... Понимаете, если человек не поставил правильного диагноза, он будет вам выписывать черт знает что. Ну, неправильно. Они ставят вам просто депрессию, монополярно. Они назначают вам антидепрессанты, они назначают вам фенибут, они назначают вам этот вот Иглонил, они назначают вам, как это... Были тела из башки. Ну, которые утром принимаются. Вам вот Фенибут еще, помните, назначили? Какой препарат? Иглонил сейчас назначен? Да нет, да и не Иглонил. Иглонил вам не поможет. Иглонил что сделает? Месячные отщебут, и начнет это вот, из груди вот сочиться, вот и все. Он вам ничего не даст. Что ж вам... Значит, опять препарат, который вам не помог назначать. Опять. В общем, давайте так. Давайте мы с вами сейчас решим вопрос так. Я бы вам бы все-таки советовал попытаться провести лечение еще брентеликсом. Только одним брентеликсом. А как уходить с агаламетина? Уходить как? А вот просто снимите и все. И прекратите. И все. Вот начнете принимать этот брентеликс, агамелатин. Вы его и не почувствуете. Он же на вас не действует. Абсолютно. Абсолютно. Знаете, я с ним вот хоть встаю хорошо, а с фоксила, то я не могла даже встать. Подождите. Что значит хорошо? Что значит я встаю хорошо? Вам надо быть здоровым. Вы уже болеете два года. Понимаете? Вы сами. Вы хоть сами подумайте. Если у вас все хорошо, он вам... Значит, флокситин вам помогает, а вы его отменяете. Значит, этот вот вальдоксан вам помогает, а вы его не хотите, глонил. Значит, ничего же не помогает. Как вы это так можете это, значит, говорить? Препарат, который помогает, от него никогда никто не откажется. Потому что на нем хорошо. от фенозепама вытанет. Единственное, что от чего хорошо, так к фенозепаму. Правильно, правильно. От фенозепама. Вот фенозепам, понимаете? Фенозепам. Но фенозепам вам никто не будет выписывать. И это же не лечение. Он какое-то время будет действовать, а все равно все останется. Все равно будет апатия, все равно будет пять часов будете просыпаться, и все равно будет тоска. Вот и все. Это не тот препарат. У вас депрессия. Депрессию лечат не фенозепамом и не транквилизаторами, а лечат антидепрессантами. Значит, все остальные антидепрессанты вам не помогли, я хочу попробовать еще один. Все. Если и он не поможет, все, тогда, значит, я буду на сто процентов уверен, что у вас страдаете бар. Теперь следующий вопрос. Если вы хотите, чтобы я сразу же вам лечил как бар, давайте, но я вам не советую, потому что у меня останется все-таки какое-то чувство, что я не испытал еще один препарат, то есть у меня не будет цельности. Почему цельности? Потому что я буду сомневаться, а вдруг бы, скажем так, более мощный антидепрессант вам бы помог. А вот если он не поможет, тогда я уже без всяких сомнений, без всяких раздумий, без всяких сожалений скажу, да, вы страдаете бар, и вот вам надо антипсихотик и, скажем так, нормативник. Все. Хорошо. Я вам просто советую, поверьте мне, потому что надо, надо, чтобы уже, понимаете, надо хоть раз выставить диагноз. Диагноз выставляется на всю жизнь. А если будут ставить просто депрессию, вы смотрите, вы два года лечитесь. Лечитесь, вы не можете работать. Муж даже, значит, так сказать, хотел вообще разойтись. Вы плачете, вы апатичная, и дети страдают, и дети страдают. Они видят, что мама не та, которая была еще в девятнадцатом году, в восемнадцатом мама совсем другая была. А мама два года уже не мама. И все это видят, и муж видит, и мама ваша родная видит. Но они не понимают, они говорят, что вы придуриваете, что вы дурака валяете, что вы жиру бесите. Не понимает никто. возьми себя в руки, вот что они говорят, возьми себе в руки. Они не понимают этого. Они этого не понимают. Я, 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 почему я, если бы я имел бы еще, значит, понимаете, почему меня не устраивает ни вальдоксан, ни мертозапин. Почему? Потому что эти антидепрессанты, они и не могут помочь, даже при обычной депрессии. Вальдоксан, если там сон нарушен, он может сон немножко улучшить, мертозапин то же самое и все. Значит, но два антидепрессанта серотониновых вам не помогли, это паксил и флоксетин. Хоть вы и говорите, что флоксетин вам там было лучше, но на самом деле может быть даже и не лучше, может быть и была какая-то смесь, может быть и манию он провоцировал и так далее и тому подобное, но вы от него отказались. Поэтому я хочу еще один, поскольку у вас апатозаторможенная депрессия, вы в апатии, вы в тоске, вы охотнее лежите, чем двигаетесь, вы охотнее бы ничего не делали, чем что-либо делать. И так далее. Да, да, понимаете, поэтому если этот препарат вам не поможет, а если бы у вас была действительно есть апатозаторможенные депрессии, вот такие, как у вас, значит, там бринтеликс должен помочь. Если он поможет, слава Богу, значит, вы его будете принимать и будете жить и радоваться жизни. А если он вам не поможет, значит, происходит изменение диагноза, а вместе с изменением диагноза, значит, меняется и лечение. Вы знаете, вот... Потому что если мы будем лечить, если вас будут лечить, как до сих пор, а вы страдаете и выставляет вам диагноз депрессию, то вы никогда в жизни и не выйдете из этого состояния. Понимаете? Вот. Понимаю. А если, если мы изменим диагноз и соответствующим образом изменим терапию, то вам станет лучше. Вот чем вся проблема. Потому что все-таки за два года вы уже были и в областном центре, вы уже и у местных психиатров лечитесь, и никто вам ничего не может помочь. Никто. Поэтому вы ко мне и обратились. Я там уже и по переписке вот бесплатный вопрос очень часто вам задаю вопрос. Ну, и там немного кто задает по переписке, но я же не помню уже кто там повел. Вот мы с вами побеседовали. А что я вам сказал по переписке, кстати? Пастанин, у вас тоже посоветовали бупропион, гидрохлорид, а на втором месте бинтеликс. Ну, вот, значит, видите, значит, это без беседы. Значит, я же не сговаривался, я даже и не помнил, как вы это писали. Значит, я вам правильно, значит, но бупропиона нет, я же не знал откуда вы. Значит, в вашей стране бупропиона нет, все. Да, его нет. Да, поэтому, а бринтеликс? Ципра на третьем месте вы еще Excel тоже рекомендовали, но его трудно достать сейчас. Что, что? Excel еще рекомендовали на третьем месте. Ну, Excel, да, на третьем месте Excel. Значит, бринтеликс. Для меня, значит, сегодня я с вами поговорил, и, значит, видя вашу форму, тяжелую депрессию, я считаю, что бринтелик самый подходящий из имеющихся в вашей стране препаратов, самый подходящий для вас. И если он поможет, слава Богу, все. А если он не поможет, тоже слава Богу. Почему? Потому что я изменю диагноз. А раз я изменю диагноз, то есть подтвержу уже сто процентов, значит, будет изменено лечение. Антидепрессанты вы больше, я вам назначать никогда не буду и буду советовать, чтобы вы больше никогда не прибегали к помощи. Они не помогают, потому что при баре они не помогают. Они могут, наоборот, даже депрессию вогнать в гипоманию. Вот и все. И поэтому я думаю, когда вы говорили, что флоксетин вас оживлял, чтобы не было ли там смешанной формы и у вас оставалась депрессия и одновременно, скажем так, и появлялись какие-то элементы вот этой активности в рамках, скажем так, мании или гипомании. Вот. Посмотрим, что сделает, вот какой эффект окажет на вас бринт или их. Тем более, вы видите, я вам и сейчас рекомендую и тогда, а я же не знал вас тогда, и сейчас я не знал, что я вам это рекомендовал. Видите, совпадение, это же не случайно, потому что там вы мне описывали, не помогает, не помогает, поэтому я вам и клинику описывали, видимо, что апатия, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому я вам и порекомендовал, вот, давайте это сделаем, а через там 4-5 недель, понимаете, если вы увидите, что на 5 будет совсем хреново, совсем, так уже и не надо ждать, ну, там, этих 10, там, недельку побудете на 10, и все. Значит, по неделе, значит, неделя 2,5, неделя 5, и неделя 10. Вот и все. Если ни одна из этих трех доз, вы не почувствуете, что этот препарат, значит, в дозе первой, второй, третьей, почувствуете, вот это мой препарат, вот он идет, вот оно входит, оно мне помогает, ну, а наоборот, почувствуете, что оно ломает, вот как ключ, чужой замок, ты ломаешь замок, вот такие, значит, антидепрессанты, если не помогает, вот как паксил, он ломал, и вы чувствовали, вместо того, чтобы легче, на минимальной дозе, вот, а вам становилось хуже. Вот если будет и так, то через 3 недели мы с вами свяжемся, коротко побеседуем, я еще там, может быть, что-то, значит, вспомни, что я не спросил, может быть, вы что-то вспомните, назначим новую терапию, и все, и тогда уже там вы ее будете и проходить. Договорились? Ну, вот эти побочки, которые идут от антидепрессантов, я так тоже от них устала. Ну, понимаете, они вам нужны, еще одна, последний раз. Я устала так уже, тоже от этих побочек. Ну, ничего, еще, вы понимаете, вы устали и от депрессии уже за 2 года. Вы что, не устали от нее? Очень. Ну, так вот, а для того, чтобы вам стало хорошо, а для того, чтобы правильный диагноз, это сейчас идет диагностика, с помощью Брентеликса, я хочу подтвердить на 100%, или опровергнуть, если он поможет, значит, тот диагноз, который я у вас предполагаю. хорошо. Все. А через 3 недели, если вам, в любом случае, через 3 недели мы встретимся, он будет помогать, значит, я вам скажу, давайте, еще, может быть, увели, все, вы почувствуете, что вам легче. А если нет, значит, мы его по боку, вот, и я вам назначаю совершенно другую терапию, потому что диагноз, я уже сформулирую, 100% диагноз, на сегодня я его ставлю на 95%. Так я хочу и эти 5% сомнений убрать, потому что оно и вам надо. Оно и вам надо. Вот и все. А вдруг, действительно, а вдруг он поможет. А мы, а мы этого не попробовали. И вы будете думать, а вдруг, понимаете, надо было попробовать. И я бы это, и я буду тоже думать, а почему я пошел на поводу у пациентки. Вот и все. А вот если я буду видеть, что он не поможет, все, тогда уже со спокойной совестью, с четким убеждением, я вам ставлю диагноз БАР и назначаю соответствующую, вот, подходящую для лечения БАР терапию. Договорились? Договорились. Вопросы есть? Касаемо антипсихотиков, скажите, пожалуйста, вот они больше седативят или наоборот седативные, мне бы совсем не хотелось, уж совсем седативные там. Вы понимаете, вот вы опять, вы же неправильно рассуждаете. Дело в том, что антипсихотики, особенно те четыре, которых я уже упомянул, они действуют при биполярной депрессии. вы сейчас в депрессии, вы не в мании. Когда вы в мании, вы к врачу не обратитесь. Ну, это точно, да. Не бывает хорошо. И не только вы, и не только вы. Все больные БАРом обращаются только тогда, когда они в депрессии, когда они в мании. Они больные, им надо. Им надо обратиться, а они не обращаются. Мне хорошо, я полон сил, я все могу. Мне море по колено. Я могу, значит, одним хлебом сорок человек накормить, как Иисус Христос. Или, понимаете, в море перейти, и так далее, и так далее. Поэтому не обращаются. Хотя это психоз, только другой. Я все могу. Тут я ничего не могу, и никто. А там я все могу, и вообще я полубог на земле. Вот вам и все. Но то, то воспринимается, мания воспринимается пациентом положительно, а депрессия страшная вещь. Поэтому там, там стоит вопрос другой. Стоит вопрос. Кстати, вот вы сами себе противоряете. А вы знаете, что фенузепам это седативный? А вам хорошо от седативного? У меня страх пропадает. У вас страх пропадает. У вас не страх, понимаете? Это не тот страх. У вас не страх. У вас страх экзистенциальный. Как будет? Вот помните, когда ребенок болел? Это же был страх. Это ненормальный. Это психотический страх. Да. Наоборот, женщина, она может расстроиться. У нее страх какой? Боже мой. А вдруг с моим, вот это страх, моим ребенком что-то случится? Как я могу в другую комнату побежать? Я сейчас наоборот, вызову скорую помощь, приедет, значит, вот, и так далее, и так далее. А у вас какой? У вас страх, значит, еще и возникает и злость, и давайте я его хлопну, или страх, я побегу в другую комнату, бросить и уйти. Это и есть психотический страх. Вот чем вся проблема? И как вы говорите, значит, что седативный вам, а фенозепам это, вообще это седативный, он расслабляет, он релаксирует, а вам легче становится. Он убирает только, только страх. А апатию он не убирает, наоборот. Апатия, все это, все это остается. И тоска остается, и раннее пробужение остается. А самое главное, это, значит, эти транквилизаторы, во-первых, они не лечат, в принципе, эту болезнь. Это как, знаете,